Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев В первую очередь мы сделали поправки и попросили ребят все-таки прибавить, прежде всего, скорость в агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороны, потому что эта команда довольно-таки неплохо играет в контр-игре. Не дать им этой возможности, ну а самим намного агрессивнее и чаще угрожать воротам для того, чтобы добиться результата. Я, конечно же, очень доволен и рад, что вторая половина прошла на хороших скоростях, на хорошем взаимопонимании и просматривалась целостность игры, как в обороне всей команды, так и в атаке, что очень важно. И, конечно же, очень хорошо, что нам удалось все-таки, как можно сказать, додавить соперника и добиться желаемого для нас результата. Ну, я так обширно рассказал, что думал, надеюсь, что вопросов не было, но будут, да? Уже есть запитание, вот первое, пожалуйста. Алексей Александрович, еще раз с победой вас все-таки прокомментируйте, пожалуйста, замены. Насколько вот вас удовлетворил выход игроков, которые вышли в Беседину, в частности Караваев? Безусловно, Родригес проделал огромный объем работы и все время выполнял те требования, которые мы хотели. Но видно было, что он немножко подустал и те хорошие качества, которые есть у Беседина, это хорошо цепляться за мячи, голевое чутье, хорошая игра в штрафной. Поэтому мы для усиления выпустили Беседина и он полностью оправдал то, что мы от него требовали. Прошу. Наступное запитание. Микола Несеневна. Упродовж наступных шести дней у команды две выездные игры в Полтаве и Мареуполе. Как команда будет готовиться до этих матчей, насколько они, я думаю, будут еще не меньше важливыми, чем сегодняшний матч? Расскажите, пожалуйста. Безусловно, у нас сейчас нету, как бы, разрешений на внутренний чемпионат Лиги Европы, потому что каждая игра для нас очень и очень важна. Результат каждой игры очень важен, я и сказал это в начале. Поэтому, конечно же, вы прекрасно понимаете, что какой-то конструктивной работы тренировок, полноценных тренировок, конечно же, в это время будет мало или вообще не будет, потому что нужно, скорее всего, и психологически, и физически дать восстановиться и подготовить командам в этом. Но будем жить в игровом ритме. Поэтому здесь какая-то очень важна работа, которую мы сделали до этого. А сейчас нужно будет пожинать ее плоды. Прошу. Утянь Желковский, Динамо Киеве. Алексей Александрович, впервые после вашего прихода на пост главного тренера появился в заявке ЦТ «Швили». Насколько в дальнейшем это как бы сигнал, маркер к тому, что… Это абсолютно никакой не сигнал. Это нормальная ситуация. Когда идет, я не смотрю паспорта и после этого выбираю футболист. Я смотрю на их готовность, на то, что они могут делать. Это нормальная живая конкуренция. Она такой и должна быть. Поэтому будет, вот начал уже, и Попов начал тренироваться, уже провел 2-3 тренировки. Может быть, в Полтайе уже сыграет свою первую игру. И Шапаренко тоже начинает восстанавливаться. Поэтому, пожалуйста, двери для всех открыты. Нужно как и в жизни, так и в спорте. Есть нормальная конкуренция. Ты сильнее. Я сейчас с удовольствием буду приглашать и буду ставить состав. Александр Попов. Алексей Александрович, не могли бы рассказать, насколько все серьезно у Кадири? Может, по срокам что-то… У Кадири довольно-таки серьезно травма получилась. И он может выбить до месяца. Будь ласка, ваше запитание, это уже будет заключено. Все мы очень рады, что спустя 115 дней Динамо одержало победу в Киеве на Олимпийском. Вопрос мой касается позиции форварда. В последних играх мы видим, что Динамо большую ставку делает на фланговые передачи, на фланговые навесы. И в связи с этим хотелось бы узнать, Франц Оль, казалось бы, подходит под такую модель игры. Аргументы от вас услышать, почему он не получает? Ну, Франк, во-первых, очень много пропустил и не играл. Поэтому, и здесь я еще раз хочу вам сказать, это нормальная конкуренция. Сейчас мы будем играть в таком темпе, что работы хватит на всех. И вот здесь надо выходить на поле и доказывать свою полномышленность. Доказывать себе, доказывать мне, доказывать команде. Это очень участь любого футболиста. Первая победа мне тоже сказали. Поздравляю вас с первой победой. Но я напомнил, что моя победа первая в качестве главного тренера была давно. Спасибо. 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 Спасибо.